Ветер, шторм, снег, а теперь и мороз. За несколько дней сочинцы ощутили на себе все зимние явления природы. Нелегко сегодняшним утром пришлось водителям, которые не переобули свои автомобили. Гололёд многих вынудил пересесть на общественный транспорт. Сбои в работе автобусов и маршрутных такси, конечно же, были, отмечают транспортники, но ненадолго. Все службы города сработали достаточно оперативно, поэтому на сегодняшний день уже сбоев по транспорту в принципе нет. Это очень радует. По поручению главы города Сочи были отработаны моменты, связанные со штабами, которые есть в районах. Соответственно, было достаточное количество и соли, запасов в районах, и техники, которая достаточно быстро отработала. Сами сочинцы накладок в работе общественного транспорта не заметили. Стоять подолгу на остановках не приходилось. Мы из Хосты приехали. Нормальная дорога, никаких проблем, ничего. Транспорт хорошо ходил. Все так знают нашу природу, наш климат. С утра, а потом все хорошо. Сложностей не было. Слава богу, работают все службы, все отлично. Транспорт ходит хорошо. Я с Адлера прекрасно доехала. Все нормально. Во всех четырех районах города заранее позаботились о заключении контрактов на зимнее содержание уличной дорожной сети города, а также о запасах противогололедного материала. Тонны песка и соли. А десятки грейдеров, поливочных машин и погрузчиков работали как на городских, так и региональных и федеральных трассах. На сегодня все службы по-прежнему находятся в боевой готовности. Прогнозы неутешительны. Сегодня ночью синоптики прогнозируют сильные морозы. Столбик термометров местами опустится до минус 11 градусов. Усугубить ситуацию и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Завтрашняя ночь также не обещает быть теплой. Прогноз на 9 декабря. Мокрый снег и дождь. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.